Стереотипы. Это должен быть диалог, он должен быть любым, пусть неверным, наивным, глупым, примитивным. Это все могло и не быть, это все и графики компьютерные, мы могли просто начертить там, а другие карандашами. Но главное, чтобы это произошло. И это для этого произведения важнее. Важнее не только для произведения, для всех, для вас, для нас, для зрителей, которые уже все, уже не могут, уже, во-первых, ничего не смотрят, ничего не видят, ничего не слышат и не хотят. И это как первая попытка вот вернуть, ну вот как вот мы сейчас не смогли вернуть убежавших из зала. Так вот и надо, вот и сделано. Но это не самое главное. Главное, что этот фильм хотя бы на секунду там вернет людей, но не к экранам, конечно, сейчас к экрану телевизору возвращаться ни в коем случае нельзя, это опасно. И раньше было опасно, и сейчас. А вот что-то и делает, может быть, кого-то заставит. Ну так чуть-чуть там чертить, хотя бы карандашиком дома сидеть. Здесь все-таки это кино про художников, это кино про творческих людей, которые вдруг по какой-то причине оказались у власти вообще непонятно как. Это, надо так, романтическая история, на самом деле. Самое интересное, что вот спустя, я не помню сколько лет, когда написал Келевин, что было 12, по-моему, да? Ну типа да, лет 15. 15 лет, да. На самом деле все темы, рассматриваемые здесь, они абсолютно живы и сейчас, причем еще живее, чем тогда. Да, я 12 лет назад, когда прочитал эту книгу первый раз, я начал заниматься рекламой, и я до сих пор, на самом деле, и занимаюсь. Мне просто это близко по моей специальности, и я вижу, что чем дальше, тем темы этого фильма злободневней и злободневней. И, на самом деле, гениальное произведение. Кстати, вот у меня к вам вопрос, который я очень хочу давно задать кому-нибудь из представителей. Я прочитал в интернете и просмотрел, так скажем, ну есть такие версии, вот не знаю, «Желтая не лет», что на самом деле, как бы, Виктор Пелевин — это какой-то образ, и что, на самом деле, это вот был какой-то союз писателей, названный по фамилиям первым буквам его фамилии, что, ну, создавали это произведение. Вот вы можете эту ситуацию прояснить? Я тоже таким образом пошутил где-то в интервью, типа, кто там был, Зоченко? Как Зоченко? Ну, я не думаю. Нет, Виктор Пелевин, по всей видимости, реальный человек. Я его не видел, а вот режиссер с ним общался. Он приходил и даже забраковал мою кандидатуру на эту роль. Он не видел в меня других, кроме как в тельняшке с автоматом. Вот, поэтому по своей наивности и неопытности, и незнании, так сказать, вот другой профессии, кроме как писателя, он совершенно был прав, что не усомнился в моей кандидатуре. И я, действительно, на тот момент был довольно раскачен, весил 110 килограмм одной мышечной массы, и к фильму я сбросил больше 15 килограмм, но, к сожалению, фильм не успели снять в момент, когда я был в форме. И вот только те моменты, где я прихожу от пчеловодства и мозговой штурм, драка с Марленом, несколько проходок к Зекурату, вот там я был как раз в лучшей форме, там мои любимые моменты фильма. А вот, к сожалению, все остальное мне пришлось делить с другими проектами, и они были боевиками. И вот это вот, моя мышечная масса, конечно, несколько, на мой взгляд, портила, хоть не знаю, как зритель обратил на это внимание. Вот, значит, слева. Но беремен существует, он просто как адекватный человек отсоединился от мира, живет в нормальном месте, где-то там в пустыне, в горах, общается с горизонтом, природой. А с пустыней, не знаю там с чем. Вот, и я тоже иногда мечтаю побывать в таких пустынных местах, но мне удается, у меня все-таки семья, жена есть. Добрый вечер, Владимир Георгиевич. Так, прекрасно. А меня не видно по-прежнему? Видно, видно, видно вас. Видно? Да, добрый вечер. Всегда. Меня зовут Родион, я представляю сайт нового телевидения Кубани. У меня вот какой вопрос, соответственно, продолжая концовку фильма и проводя параллель с вот вашей кинодеятельностью. То есть вы же известны не только как исполнитель ролей в боевиках, которые идут с сериалами на российском телевидении. Вы снимали клипы для Алины в Гитухновской, насколько я знаю, замечательной проэтессы. Вы снимали «Зелено в склоннике». То есть вот если, например, провести параллель между концовкой фильма, где говорится о том, что для Вавилена Татарского его любимой ролью стал вот этот вот ролик в Кубарде. Какой любимой роли можете вы сейчас назвать? Ну, безусловно, свои ролики, которые я снимаю сам на видео, я очень люблю. Вот те вышеперечисленные, так скажем, видеоэтюды, я их так называю, мои упражнения, это та малая часть, которую вот в интернете можно увидеть, их гораздо больше. Я постоянно что-то снимаю, делаю, я просто не выкладываю это в интернет, делаю это исключительно для себя, как в качестве упражнений, готовлюсь к большому серьезному проекту. Мои работы, которые делаю я сам, мне очень нравятся, и я в этом больше получаю, вернее, только там я и получаю удовольствие, как актер, как художник. Вообще, по образованию театральный режиссер занимался лабораторным театром здесь в России, у меня было свое помещение, назывался «Пробтеатр». И те роли, которые я играл в своем театре, мне были наиболее близки, это были метафизические образы, это были галлюциногенные опыты, без привлечения наркотиков. Просто именно театр – это чистая галлюцинация, это такое настоящее сновидение наяву. И я этим занимался, и это самое мое любимое. А вот работа в кино – это просто обычная работа, обычная, так сказать, для поддержания бытовых условий. Вот, и все. Но я надеюсь, с этим покончу. У меня жена талантливая актриса, возможно, она примет эту эстафету и начнет заниматься. Ей будет больше нравиться, она более тщеславна, чем я. А я как-то заберусь где-нибудь в берлогу и там продолжу свою лабораторию. Вот. В кино мне ничего не близко. Если это хорошее выявление, один из последних, одна из последних моих работ, которая мне наиболее понравилась, как кино просто смотреть со стороны, где я даже себя немножко не узнал. Этот фильм непобедимый. Очень хорошего режиссера Олега Погодина, в фильме которого я снялся дважды, вот сейчас выходит фильм «Дом», где я сыграл небольшую роль, но это явно для этого режиссера прорыв. Это совершенно… Уже не столь коммерческий проект, как непобедимый, уже ближе к авторскому кино. И это, собственно, даже чувствовалось в непобедимом. Вот. Но мне нравится совсем… Если говорить, что мне нравится совсем, когда раз мы говорим о Витуховском, о таком стильном проявлении в искусстве, то это самые говеные фильмы, которые можете представить. И они мне очень нравятся, где я снялся. Тут «Самый лучший в мире бабушка», там отвратительная роль, за которой можно просто быть стыдно, вот. А я вот не стыжусь, я вот наслаждаюсь, потому что это нонсенс такого. Многие из сериалов, где я снялся, такого быть просто не может нигде. В этой стране мира. Поэтому я получаю большое удовольствие от этой каналии. Поскольку, вообще, творчески, я очень люблю организовывать свое рабочее место хаосом. Я вот приезжаю, понимаете, в гостиницу, я все разбрасываю, плелю везде, там, раскидываю, разрушаю место, и вот тогда могу спокойно творить. Вот мне очень нравится сниматься в этих убогих, омерзительных, преступных сериалах для Московских, они просто, знаете, как грязная, болезненная наркота дешевая. Вот так вот, так и наше телевидение. Это очень опасно для жизни. И вот таким образом, окружив себя вот этим шлаком, я вот как-то, мне интересно прорваться туда, к свету. Спасибо большое, отличный ответ. Мы очень вам благодарны за вот именно ваши ролики. Очень жаль, что мы не все пока их можем посмотреть. Сейчас в Ютубе я сделал свою страничку, она называется Z666, и там, ну, если, например, набрать в Ютубе епифанцев Рэмбо, то можно найти мой привис к фильму Рэмбо, который я должен снять здесь в качестве такого коммерческого индепендента, сериального. Можно увидеть мой привис и несколько роликов, которые я снял для независимых компаний, которые дистрибьютируют здесь индепендент. Вот. И, собственно, ролики даст ему. Все, спасибо большое. Еще раз, меня зовут Владимир, один звоночек, вопрос. Вот меня очень интересует роль Страхтенбергом. То есть мне интересно, вы вот снимали сцены и так далее, потом вот скоропостижная такая трагичная гибель, и что-то пришлось врезать в сценарий, и вообще вот как интересно... Таня, вроде все успел сделать. Ну, хотя он уже отснялся, практически ничего... Ну, вообще, там пришлось много урезать и без него, поскольку на фильмах... Только у меня было 280 съемочных дней, а я уж там молчу про весь период съемочных дней. Тут, конечно, набирали количество, и, к сожалению, во многом не везде угадали, и пришлось вот скомкать некоторые сцены, скомкать несколько важных очень линий психологических. Я не со всем монтажом согласен, не со всеми акцентами расставленными в этом фильме. Но в целом это очень полезный проект. Конечно же, я, честно говоря, я бы сделал все это по-другому, более, может быть, ритмично, гармонично. Вот, поскольку занимаюсь этим всю жизнь, я сразу на это обращаю внимание, и меня многое коробило в этом фильме. Но возможно, что из этого сделают сериал. Потому что там вот в чистом виде сняты материалы на 6 часов. Вот 6 часов беспрерывного такого кинопелевина из этого фильма можно сделать. И мне кажется, если такое удастся, то вот линии и сюжет, и тема, и конфликт вот все-таки удастся раскрыть. Вот здесь вот пока этот конфликт не проявлен. Но общий сумбур, он, мне кажется, отвечает духу сегодняшнего времени вполне. Спасибо большое, Владимир. И последний у нас вопрос. Добрый вечер, меня зовут Сергей. Спасибо вам большое. Мы получили большое удовольствие. Спасибо. Глядя на кино. Вообще, я первоначально стеснялся вам этот вопрос задать, но глядя, как вы рассказываете о фильме, имеете более глобальное мнение, чем актер. Просто вопрос не касается прямой вашей роли. Вот в чем дело. Объясните нам, читателям книжки, зачем Панин? Эта роль откуда взялась? Какую роль играет Смирнов? Смирнов в сюжете, да. Ну, я еще раз повторюсь, все-таки это кино, если оно делается по литературному произведению, будет правильно, если это кино будет в форме диалога, в форме ответа, в форме такого дружеского диалога, размышления на тему. И это ближе и интереснее раскроет уже раскрытую и без того тему. Зачем повторять уже то, что написано, и повторять те же самые ощущения, которые вы испытали от прочтения книги. Нужен экспириенс. Кино это дает возможность. В театре я вообще делаю театральные спектакли, и это всегда шекспир, например. Я никогда не иду в последовательность. Я стараюсь это сделать в форме такого логики сновидения. И в театре это важнее, потому что это другая реальность. В кино это тоже другая реальность. Здесь, наверное, этот образ чуть-чуть упростил то, что было в книге, и сделал чуть-чуть примитивнее. Но для кино это важно. Кино вообще такой жанр довольно примитивный. И тут очень трудно делать в этом пространстве что-то такое изысканное, и при этом достучаться до массового зрителя. А поскольку фильм был затратный, вряд ли кто бы решился дать столько денег на то, чтобы этот фильм посмотрел несколько интеллектуалов. Тут пришлось немножко схитрить и сделать более простой сюжет. И я еще раз говорю, что если бы этот фильм шел 4-5 часов, вот эта линия Панина была бы чуть более раскрыта. Мы очень за. В 6 часов. Эта история была придумана, чем то, что мы увидели в фильме, к сожалению. Я надеюсь, что сделаю тут такую 4-5-часовую версию, где будет видно, как я принимаю решение, как вдруг меня осеняет, озаряет, когда я вижу в этом бане некую перспективу на спасение, как я там вызволяю его из тюмы, и все это снято было, как я привожу его в этот институт, как он там гонит телеги, как он там всех просто с ног срубает, там ржут, падают. Потом собираются вокруг круглый стол, принимают решение сделать из него царя. И это целая история, которая вот здесь в фильме просто сжата в 5-3 минуты. Это вообще ужасно. Да. Я расстроен на самом деле. Я думаю, что это имя не больше. По-моему, даже перейдется, честно говоря, лучше я свяжусь с ним как-то иначе. Я свяжусь лучше с ним как-то иначе. Спасибо вам большое! Спасибо большое! Не за что. Надеюсь, спасибо огромное! Видите, я думал, что технически у нас такие неполадки получили. Да, ну ради Бога, вы что ли? Спасибо еще раз. Я думаю, что это ему действительно очень всем понравилось. С удовольствием. Я вот с вами люблю на расстоянии общаться с... со зрителями и несколькими. Самых было 5. 15. Ого, 15 где-то вообще. Я иногда даю концерты, у меня я делаю свою музыку. У меня на концерте присутствует 15 человек. Это вообще аншлаг. Мы встречались, кстати, с вами на премьере «Ночь длиной в жизнь». Я пара Горшкова, которая пела песню «Короткий танец нашей нежности». Так что приветствую вас к Краснодару! Спасибо, очень приятно. И Настя, огромное привет. Хорошо, передам, передам. Она ждет меня дома сейчас. Ну все, у нас спокойной ночи, вам всего доброго. Спокойной ночи, до свидания. До свидания! Спасибо! До свидания! До свидания! Спасибо! Чайничный мужчина! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Концовка хороша! Спасибо.